специального курса для беременных не потому, что мы о них не заботимся или мы их не любим, а потому что это крайне деликатное состояние, это колоссальная ответственность рекомендовать что-либо делать из физической активности беременным. Это может порекомендовать лишь врач. Я бы вообще в этот период времени, если вы никогда не занимались спортом, это точно не время для того, чтобы его начинать. Может быть, есть какая-то аквагимнастика, аквайробика. Увеличьте прогулки на улице. Да, аквайробика есть для беременных, поэтому тут уж вам нужно обсудить с врачом и решить, насколько вам вообще показана нагрузка. Так, как не бросить спорт и ПП? После похудения на 10 килограммов за 4 месяца я не втянулась в этот образ жизни, мечтала закончить. А любое занятие, каким бы вы занятием не занимались, она должна иметь цель. Когда я занимаюсь спортом, я постоянно ставлю перед собой цели что-то улучшить, над чем-то поработать, быть в классной форме. И, кстати, поддерживать эту классную форму – это тоже есть цель. Но когда ты похудел, и вроде как у тебя все, больше целей нет, и оно все выполнено, конечно, вам не захочется. Ставьте себе новые цели. Похудели на 10 килограммов, можно поработать над ягодицами, над руками, над прессом, что-то улучшить. Просто ставьте себе постоянно, постоянно цели. Без целей – это в любой деятельности, какой бы вы ни занимались, вам не захочется это делать. Ну и еще одна из вероятных ошибок – возможно, взяли резкий старт. Резкий старт. И отбили в самом начале у себя желание к тренировкам, к правильному питанию. Достигли цели поставленной, а привычку хорошую не сформировали, просто отбили желание в самом начале. Ну, опять же, как и вероятная ошибка. Какими упражнениями лучше добиться рельефа рук и верхней части тела без накачки мышц? Да на самом деле, во-первых, что вы представляете по словам рельеф рук? Рельеф рук – это и есть мышечная ткань. Если она заплывшая жиром, то, естественно, рельефа никакого нет. Наверное, может быть, вопрос состоит в том, что боятся очень сильно раскачать, чтобы они не увеличились в объемах, но был при этом, знаешь, вот такой красивый рельеф. Так, это же будет, вам же будет видным визуальным, да? Если вы считаете, что вам уже достаточно, ну, просто поддерживайте эту форму и все. Перепробовала все. Палео, интервальное голодание и фитнес. Результат нулевой. Почему? Так может быть, потому что вы пробовали слишком много всего и то, и это, и кидались во все направления и в разное. У вас не было по-настоящему выверенной и правильной системы питания. Может быть, поэтому у вас нет результата. Я думаю, скорее всего. У меня лишний вес, инсулинорезистентность. Как худеть быстро? У меня инсулинорезистентность. Привет, коллега! Я очень легко, быстро вообще набираю вес просто вот с полоборота. То есть я не могу себе позволить ни хлеба, ни булки. Но сбалансированный рацион, физическая нагрузка, правильно сформированная именно для вас, творят просто чудеса. Быстрого похудения, знаете, все зависит от исходных, конечно, данных. Вот. Но быстрого такого похудения, как диеты обещают, минус 10 килограммов за 2 недели. Ну, если вы, наверное, только весите 200 килограммов. Нет, ну, если здесь ключевое слово «быстро», то любое быстрое похудение, ну, во-первых, это нехорошо для организма, а во-вторых, это с большой-большой-большой вероятностью эффект ее, эффект возврата. Да. Я бы тоже хотела быстро очень худеть. После родов на грудном скармливании стоит вес. Что я не делала? ПП, питание, спорт. Как вернуться в форму? Вот плохо очень, что надо все-таки имя писать для того, чтобы мы адресно могли обращаться к человеку. Значит, смотрите, я начала активно тренироваться, когда я родила Милу и кормила еще ее грудью. Действительно, есть определенные гормоны, которые, ну, мешают. Что тут говорить? Мешают. Но все-таки я пришла в хорошую тогда форму. Я снялась для журнала «Татлер» и рассказала про свое фитнес-преображение. Все-таки похудеть можно, но только в случае того, что у вас будет вот прям железно правильный, продуманный план питания и тренировок. Я не знаю, кто вот может вам предложить, но мы-то можем. Да, Роман? Да, нет, похудеть точно можно, похудеть точно. Можно. В силу того, что пролоктин высокий, когда у вас вы грудью кормите, да, в этом случае тяжело набрать мышечную массу. Это правда. Вот, я похудеть-похудела, мышечную массу мне было тяжело. Укрепить мышцы можно, да. Вот набрать мышечную массу, ну, прям очень затруднительно. Но все равно, знаете, как дорогу осилит идущий. Обязательно не сдавайтесь, верьте в себя, обязательно придете в форму. Ну, просто чуть-чуть, как бы это будет дольше повременнее. Дольше, это правда. Да. Возможен ли спорт при грудном вскармливании? Что при грудном вскармливании категорически запрещено, какие тренажеры и упражнения? Ну, вот помнишь, Ром, мы с тобой начали заниматься, когда я кормила Милу. Да. Я не помню, чтобы у меня были какие-то ограничения. По поводу того, что молоко может, например, пропадать. Ну, просто у меня это история хроническая. Я когда родила старшего сына, у меня оно пропадало просто раз сто. Вот, у меня постоянно оно пропадало, молоко его никогда не, ну, как бы никогда не было много. У меня был индивидуальный, я могу назвать такой, индивидуальный стиль грудного кормления, когда я ребенка кормила просто каждые полчаса. Потому что у меня больше, чем там 30 граммов вообще его не приходило. Вот. И со старшим сыном я не тренировалась вообще. Со вторым сыном я тоже не тренировалась. А вот с дочкой как раз-таки я уже начала активно тренироваться. И так же ее кормила, то есть никакой разницы вообще не заметила. То есть это никак не влияло. И иногда, правда, на кардио, кстати, даже приходило больше молока, потому что там ты интенсивно двигаешься, улучшается как-то лимфоток, кровообращение. Да. То есть иногда это даже способствовало. Так. Существуют ли гормональные наборы веса от противозачаточных или это миф? Это не миф. А действительно, гормональные контрацептивы могут способствовать тому, что у вас вы будете прибавлять в весе. Во-первых, они вызывают отечность, задержку жидкости. Вот. И если вам интересно, обязательно послушайте. Есть у нас в Инстаграме прямой эфир с доктором Асхалаи как раз-таки на тему мужской контрацепции, гормональной. Вот. Что это в разы вообще безвреднее, чем если сравнивать с женскими таблетками, но еще и имеет огромный... Мне кажется, Наталья сейчас амбассадор, амбассадор. Огромный ряд преимуществ. Да, Рома. Молчи. Поэтому прослушайте наш эфир. Ну вот. Они, кстати, мужская контрацепция, она еще повышает либидо у мужика. Скажите обязательно ему об этом. Улучшает мышечную ткань. Ром, скажи. Доктору этот Асхалаи рассказал, блин, один раз и все. И началось. Женщина себя офисно снимает. Мужская, послушайте эфир про мужскую контрацепцию обязательно. Девчонки, я вам всем советую. Ну, причем на самом деле она безопасная и обратимая. Да. Я вот... Это правда. Когда узнала об этом, думаю, сколько лет потеряно. Так, можете посоветовать хорошего массажиста или куда ходите на массаж. А вот массаж воском, он, по-моему... Воск массаж. Воск массаж. В инстаграме поищите. Это два парня. Они делают вот такой вот массаж. Я туда отправляла всех своих знакомых. Все очень довольны. Воск массаж. Единственное, из-за того, что они такие классные, к ним сложно записаться. Так, ваше отношение к кето-питанию. Пробовали ли? У меня, знаете, довольно такое вот смешанное отношение к кето-питанию. С одной стороны, существует ряд заболеваний хронических, с помощью которых, с помощью кето-питания могут очень сильно нивелироваться симптомы. Кето-питание рекомендуют, например, детям, у кого как-то попадучая болезнь, судороги. Эпилепсия? Эпилепсия, да, детям с эпилепсией. Это даже был такой очень известный режиссер, головы пистолета. У него, у сына была эпилепсия. Было огромное количество приступов каждую ночь. Значит, операции вообще не помогали. Он тогда сам засел в библиотеке, начал изучать вообще, что такое эпилепсия, чем ее лечить. И там вдруг раскрыл очень старый метод, когда детей сажали на высокожировую диету, низкоуглеводную, то есть кето. И что эта диета якобы способствовала уменьшению количества эпилептических припадков. И он тогда попробовал эту диету на своем сыне, и ему полностью удалось купировать эти приступы. Это я, собственно говоря, к чему? Если у вас есть там острые какие-то показания от невролога на кето-питание, то, конечно же, может быть, попробовать стоит. Но под присмотром врача, специалиста опять же. Плюс кето-питание подходит спортсменам, которые занимаются циклическими видами спорта. Бегают в марафонах, потому что кето-питание способствует выносливости. А обычному человеку, который просто вот, ну, хочет классно выглядеть, худеть и так далее, это очень сложный стиль питания. То есть это нужно постоянно мерить уровень кетонов. То есть это нужно постоянно там следить за тем, что ты ешь. То есть это уже питание просто превращается буквально в религию. Я бы не рекомендовала. Плюс ряд еще особенностей организма человека, когда это питание вообще может не подходить. Поэтому решать, конечно, вам. Но отношусь я неплохо, но есть очень много нюансов. Да, Рома, у нас было. Так, а теперь про марафон. Про наш любимый марафон «Прессуй тело». Ребята, вы не представляете вообще, в каком мы ожидании ваших результатов. За два месяца марафона вы себя просто не узнаете. Это будут другие абсолютно люди. Это будут постройневшие, похорошевшие, совершенно с другой ментальностью. Мы просто ждем, не дождемся. У нас еще прошла только одна неделя, там чуть больше, да. Уже результаты кто-то на три килограмма похудел. Ну, это просто вот. Девчонки, если тут есть марафонцы наши, ну, наши красотулечки, богини наши просто, волшебницы. Будут ли призы за лучший результат? И какие, да, призы действительно будут, у нас очень много спонсоров, будут и сертификаты на новый спортивный образ, и косметика, и ходовые средства, и кроссовки, и брендовая продукция «Велпс», и многое-многое другое. Значит, вопрос, до какого числа еще можно присоединиться к программе? До первого мая. Причем у нас предусмотрено два тарифа, один самостоятельный, тренировки записи, а другой тариф – это занятие онлайн с тренером. И что классно, что тренер поправляет вашу технику, следит за всем, чтобы вы делали правильно, как-то бодрит, мотивирует. Мотивирует. Как ни крути с тренером, да. Да. И у нас, вот чем я еще всегда горжусь, то, что у нас уже первые вообще колоссальные результаты, классные, и за одну неделю у кого-то килограмм ушел, у кого-то два, у кого-то целых три. И это вообще без голодовок, без каких-то мучительных диет. Это классный, полноценный рацион питания. У нас еще и вместо кардио, у нас еще и танцы зумба. То есть мы еще станем богинями танцпола к концу марафона. Друзья, хорошая команда – это наш конек. Да. То есть, и да. Ну что, Рома, все вопросы закончились, мой, видишь, чистый лист. А я вроде как, я бы еще говорила, и говорила бы, и вечность бы, и говорила бы. Желаем вам всем классного вечера, вообще потрясающего, удивительного, волшебного. Наслаждайтесь обществом своих близких людей, целуйте, обнимайте своих детей, общайтесь с друзьями. Мы вас всех любим. Хорошего настроения. Всем пока. Хорошей погоды. И девочкам бабочек в животе. Да. Рома, организатор бабочек.